Ну что, привет! Сегодня у меня вообще нет никакого буквально времени, чтобы что-то вам рассказывать. Быстренько все проверяем и начинаем нашу утреннюю гимнастику. А утренняя гимнастика у нас начинается сегодня со стептачи. И я вам говорила, что впереди у вас еще три аэробики, а вот сейчас у вас впереди еще две аэробики и одна вот эта. Так, значит, у меня вообще ультрамало времени. Мы будем делать с вами аэробику. Для тех, кто пришел сегодня вообще впервые и никогда в жизни ничем не занимался, вы будете очень удивлены тем, что это занятие называется утренняя гимнастика или разминка или зарядка. Но почему не нужно сильно расстраиваться из-за того, что у вас сегодня что-то не получается? На моем канале есть огромный плейлист, который называется «Зарядка», и там с 1 января 2024 года каждый день выходят тренировки. Перейдите на марш. Эти тренировки предназначены для тех людей, которые никогда в жизни ничем не занимались. И они призваны за год ежедневных занятий полностью адаптировать вас к фитнесу любых форматов. И так как форматов в фитнесе очень много, гораздо больше 10, иногда встречаются вот такие тренировки, как сегодня. Это, например, аэробика. Ну, вы его обязательно полюбите, как и меня, конечно, сделайте меня любименьким тренером в телефоне. Стептач. Как только, как только начнете заниматься тренировками, которые подходят именно вам, а не какими первые попались. У нас есть система, система классная, система хорошо работает, поэтому я вам советую к ней присоединиться. А сегодня, чтобы лишний раз не тыркать в видеоотдак, просто останьтесь здесь и делайте то, что у вас получается. Еще раз. Вверх. Здесь жим. А мы с вами, ребята, сегодня повторяем все шаги аэробики, которые учили. Плиетач. И хорошо. Поговорим конкретно о постановке ног в степа аэробики. Уже все. В обычной классической аэробике. Ноги шире таза. Параллельно друг к другу здесь. И если мы делаем плиетач или степ плиет, или open степ, или открытый шаг, то мы ногу оставляем практически на той же ширине. Нет вот такого. Такого нет. Он просто широко шагаем. И можем добавить к нему руку. Обычно так рука и добавляется. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Или вот такую руку, ребята. Такую. Тоже можно сделать. И тоже 8 сделаем. Что? Что вы мне показываете? Вы уже сто раз могли пройти, а не меня отвлекать. И руки наверх. Если вы хотите выйти, выйдите побыстрее, пожалуйста. Хорошо, ребята. Вверх руки. Да, это все плиетач. Потому что шаги в степ-аэробике... Да что ж степ-аэробике? Шаги в аэробике называются по ногам. Как ноги делают, так шаг и называется. Что дальше делаем? Дальше мы делаем степ-тач. Шаг-подставка. Вот степ-тач, это такое классическое название. Вот он называется степ-тач. Как еще он может называться? Не крак. Вот шаг-подставка. Шаг-приставка. Как он выполняется? Стопы опять параллельно друг к другу, широко. И ногу ставите близко, носком к середине опорной стопы. Руки разные бывают. Не важно, как двигаются руки. Если ноги двигаются вот так, шаг в сторону и подставили точкой вторую ногу со сменой лидирующей ноги, то правой, то левой, то шаг будет называться степ-тач. А руки есть такие, скромные. И вот такие, чуть менее скромные, но призванные увеличить амплитуду шага. Да. Такая аэробика, степ-тач. Да. Давайте мы сейчас сравним шаги. Плие-тач и степ-тач. Сделайте плие-тач. Вот. Сделайте степ-тач. Понятна разница? Ну, уже должна быть понятна. Мы же до этого с вами 20 уже аэробик сделали. Степ-ни. Или шаг колена. Или просто колено. Да. Степ-ни. Давайте еще раз. Степ-плие. Или плие-тач. Ну или... Open-step. Это все одно и то же. Степ-тач. Вы скажете, почему так много разных названий? Вот так сложилось. Степ-ни. Потому что их заимствовали друг у друга из разных языков. Выбирали самые комфортные. Образовалось несколько школ с 80-х годов аэробики. Поэтому и названий много. Но зато колено есть колено. Степ-тач есть степ-тач. А то, что у плие миллиард названий, это вас не должно волновать. Степ-тач. Да. Чем полезна аэробика? Конкретно улучшает настроение. Улучшает функции работы кардиореспираторной системы. Учит вас длительно работать на низком пульсе равномерно. Степ-ни. Да. Шаг. Колено. Да. Да. По два. Два колена. Хорошо. Или репит. Два. Степ-ни. Или репит. Степ-ни. Да. Четыре. Еще четыре. Еще четыре. Да. Восемь степ-ни. Восемь. В аэробике на полу. Количество репитов четное. Два, четыре и восемь. Степ-тач. Один-один. Или просто кел. Захлест. Да. Шаги по-прежнему широкие. Стопы параллельно друг к другу ставим. Да. Степ-кел. В чем еще преимущество аэробики над другими программами фитнеса? Она непрерывная. Она интересная. Она тренирует координацию. Степ-плие. Вот это на аэробике еще есть такое бесконечное взаимодействие с тренером. То есть бесконечный поток новых движений. И вы как бы с тренером одно. Степ-тач. Это да. В остальном, конечно, аэробика из-за того, что вот она сложная, координационная, иногда мешает тренировке сердца. Степ-ни. Почему? Потому что человек начинает уставать. У него низкий уровень координационной выносливости. Он начинает отставать по музыке. Он начинает настроение себе этим портить. Степ-кел. Почему у него портится настроение? Не знаю. Но не получилось и не получилось. Знаете, люди, у которых когда один раз не получается, они очень сильно расстраиваются. Ну вот так вот. Два степ-кел. Вам нельзя расстраиваться, если у вас что-то не получается. Это совершенно нормально. Было бы странно, если бы у вас все получалось с первого раза. Четыре степ-кел. Еще. Еще. И еще. Будьте внимательны. Восемь степ-кел. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Вторую. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Да. Хорошо. Кик. Степ-кик. Ну вот такая нога впереди. Или в воздухе. Тоже степ-кик. Так. Степ-кик. Хорошо. Другого названия у него нет. Плиетач. Степ-тач. Шагаем. Отлично. Степ-тач. Степ-тач. Да. Хорошо. Будьте внимательны. Степ-ни. Или шаг коленов. Шаг-заклест. Или степ-кел. Да. Степ-кик. Это все альтернативные шаги. Они все меняют ногу. То вправо делаем, то влево. Потому что вот мы замыкаем шаг и начинаем его с той же ноги. Получается право и лево, и лево, и право. Два степ-кик. Два. Хорошо. И еще. Отлично. И мы попробуем четыре степ-кик. Четыре. Три. Два. Один. Четыре. Три. Два. Еще. Прекрасно. Еще один. И вспоминаем все шаги. Плиетач. Да. Или open step, или открытый шаг. Ну, это степ-плиет. Это все вот это. Степ-тач. А у степ-тача, как правило, вот одно название. Потому что он сильно базовый. Степ-ни. Шаг-колен. Или просто колено. Двух степ-кел. Степ-кел. Или захлест. Шаг-захлест. Шаг-кик. Кик-как пинок. Угу. Да. И лифт-сайд. Такой. Подъем ноги в сторону. Лифт-сайд. Или степ-лифт-сайд. О. Хорошо. Еще. Восемь. Семь. Шесть. Пять. И повторим все шаги с самого начала. Да. Плиетач. Дальше степ-тач у вас сегодня. Степ-ни. Шаг-колено. Степ-кел. Шаг-захлест. Шаг-кик. Еще. И лифт-сайд. Да. Я когда говорю, я делаю с левой ноги восьмой раз вот этот. Чтобы вы посмотрели. А начинать надо уже следом сильной доли. С первого счета, да? По два. Два. Да. Еще. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Делай четыре-четыре. Четыре. Еще. Четыре. Три. Два. Один. Четыре. Три. Два. Один. Четыре. Три. Два. 8 штук. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, вторую. 8, 7, 6, 5, 4, 3. И плие-тач. Хорошо. 4, 3, 2, степ-тач. Отлично. Помните, в голове держите про степ-аэробику и приглядывайте себе в каком-то май-маркет-плейсе или просто в спортивном магазине захлёст уже степ-платформу. Осталось 2 аэробики. Кик. И мы перейдём к изучению степ-аэробики. Надеюсь, что 15 и сколько там, 30 занятий мне хватит, чтобы рассказать вам про то, какая она удивительная. Степ-тач. Так. Двигаемся дальше. И начинаем такую самую сложную часть тренировки. Двойной степ-тач. Грейпвайн. Ланч. Шоссе. Ченч. Ножницы. Кикбол. Ченч. Двойной степ-тач. Два степ-тача делаем. Да. Два степ-тач. Да, верно. Два степ-тач. Еще. Просто два степ-тача. Шагаем в сторону. Шаг альтернативный. 8 счётов у нас. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четыре в одну сторону и четыре в другую. В комбинации вы можете встретить только один двойной степ-тач. И он будет призван, чтобы поменять вам лидирующую ногу. Шаг. Грейпвайн. Ноги переплетаем сзади. Шагаем одной ногой назад по диагонали за другую. И в конце движения добавляем захлёст. Грейпвайн. Да. Сделаем еще. Тоже такой очень распространенный в аэробике шаг. По-разному его делают. Стилизовано, с руками. Давайте еще раз разницу. Двойной степ-тач. Вы подшагиваете. Двойной степ-тач. Или Грейпвайн. Такая разница. Давайте еще раз, чтобы вы чувствовали разницу. Двойной степ-тач. Это просто два шага подставки. А Грейпвайн вы ноги ставите друг за друга крестиком вот так и делаете захлёст. Стой. Да. Раз, два, три. Да. Или, наверное, выгоднее считать. Раз и два. Раз и два. Да. Считаем музыку с начала квадрата. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. И есть в ней, в этой музыке у нас, вот целый квадрат. Сейчас он закончится. Два счета музыки. Смотри. Раз, два. Раз, два. А между ними и. Раз и два. Раз и два. Да. И вот на это и. Раз и два. И нога поменялась на левую. Давай. Раз и два. Еще раз. Раз и два. Счета в музыке. Два. А шага три. Попробуй чуть-чуть амплитуду. Раз и два. Получается шоссе. Раз и два. Марш. Еще раз. Раз и два. Марш. Раз и два. Марш. Раз и два. Раз и два. Вот этот вот шажочек. Па-па-па. Называется шоссе. Пу-пу-пу. Маленькое шоссе. Пу-пу-пу. В сторону двигаемся. Давай поменьше марша. Пу-пу-пу. Марш. Пу-пу-пу. Да. Вот этот вот. Именно маленький шоссе. Че ищете? Маленький шоссе. Маленький шоссе. Вот этот. Вот это шоссе. А это марш. Это шоссе. А это марш. Шоссе. Марш. Шоссе. Марш. Еще шоссе. Марш. Шоссе. Да. О, да. Марш. Все, запомнили шоссе. Давайте соединим. Дабл степ тач, грейплайн и шоссе. Сделаем по 8 раз. Дабл степ тач. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Следом грейплайн. 7, 6, 5, 4, 3, 2, шоссе. Марш. Восемь. Семь. Шесть. Еще. Пять. Четыре. Три. Два. Хорошо. Марш. Следующий шаг называется ланч. Ланч. Касание, подставка. Да, наоборот. То есть мы сначала делаем касание, потом подставляем ногу. Да. Не степ, тач. А даже тач, степ. Это ланч. Ланчи бывают вперед, назад, в сторону, куда угодно. Вперед, например. Вперед, ланч. Да. Пожалуйста. Назад, ланч. Назад, ланч. Да. В сторону. Вперед. Назад. В сторону. Вперед. Назад. Это все ланчи. Хоть куда. Вот хоть куда их шагайте. Сначала касание, потом подставка. Это все ланч. Дабл степ тач правой. Хорошо. Еще раз. Продолжаем. Хорошо. Грейпвайн. Грейпвайн. Супер. Продолжаем. Еще. Два. Шоссе. Марш. Шоссе. Марш. Шоссе. Да. Шоссе тоже альтернативный шаг. Видите, он ногу меняет. Мы то правой ногой делаем его, то левой. А марш не меняет ногу. Фу. Ланч. Вперед. Назад. Вот это один ланч. Раз, два. Да. Два счета, один ланч. Да. Стой. Кик. Кик. Чинч. Кик. Чинч. Кик. Да. Кик. Та. Та. Кик. Та. Та. Счеты те же. У кика. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Только это будет в два раза быстрее. Попробуем сделать сейчас в два раза быстрее. Ра-та-та. Ра-та-та. Марш. Кик. Кик. Чинч. Раз, два, три. 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 Кик. Болл. Чинч. Да. Кикбол чейндж Хорошо, еще Кик чейндж Еще раз Кик чейндж Еще Еще раз Ра-та-та Ударом музыки два А шага три Раз, два А шага три Раз и два Та-та-та 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 Это кикбол чейндж Ну и марш мы делаем в перерыве Дабл степ тач Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Один Грейпай Два Еще Четыре Три Два Шоссе марш Шоссе марш Шоссе марш Шоссе марш Шоссе марш Шоссе Два Ланч 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 Да Вперед Назад Приготовьтесь Будет кикбол чейндж Кик чейндж Кик чейндж Марш Кик чейндж Кик чейндж Марш Кик чейндж Кик чейндж Марш Хорошо, шаг в сторону, смена. Шаг в сторону, смена. Шаг, два, три. Раз, два, три. Еще раз. Раз и два. Раз и два. Еще тот же удар в музыке. Два. А шага три. Ра-та-та. Да. Попробуй, чуть быстрее. Рам-пам-пам. Давай еще раз. Рам-пам-пам. Да, попробуй. Раз и два. Раз и два. Еще раз. Раз и два. Раз и два. Раз и два. раз и 2, раз и два, раз и два, раз и два, раз и два, раз два, да, ну-ка, чик-чик-чик-чик, это чейнше называется шаг, а я хочу вам сегодня показать еще пад буре, у нас это называется шайк, шаг, раз-два-три, шаг-чак, раз-два-три. Вот почему-то мы называем это пады буре. Давайте еще раз попробуем. Раз, два. Давайте еще раз. Шаг, шаг, раз, два, три. Шаг, шаг, ченч. Да, получается два ланча. Ланч вперед. Вперед, в сторону, ченч. Вперед, в сторону, ченч. Получился пады буре. Ну-ка давайте еще раз и соединяем шаги. Вперед, в сторону, ченч. Вперед, в сторону, ченч. Да. Хорошо. Дабл степ тач. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Ребята уже приходят на велосипед. Три. Два. Грейпвайн. Грейпвайн. Такой. Хорошо. Еще. Еще. Четыре. Три. Два. Шоссе марш. Марш, шоссе. Марш, шоссе. Марш, шоссе. Марш, шоссе. Марш, шоссе. Марш, шоссе. Два. Ну-ка, стой. Кикбол. Ланч. Ланч мы делаем с тобой. Ланч. Ланч. Вперед. Вперед. Да, как впады буре. Да. Назад. Хорошо. Кикбол ченч. Кик ченч. Кик ченч. Да, это два таких. Рам-пам-пам. Пам-пам-пам. Да. Кикбол ченч. Кикбол ченч. Хорошо. Кик ченч. Кик ченч. Еще раз. Кик ченч. Кик ченч. Кик ченч. Кик ченч. Ноги широко. И просто смена ноги. Марш. Рам-пам. Стой. Еще раз. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Еще разочек. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Да, попробуем падать буре. Раз, два, раз, два, три. Раз, два. Да. Еще. Три, два, один. Хорошо. Ножницы вспоминаем. Шаг, шаг, кик, чейнш. Шаг, шаг, кик, чейнш. Шаг, шаг, кик, чейнш. Шаг, шаг, кик, чейнш. Шаг, шаг. Ножницы, да. Или сизерс еще, да. Кстати, у пады буре нет второго названия, ровно как и у кикбол чейнш. Почему-то, ну, просто вот оно такое. Давай. Да, я вам говорю, что языков много. Такой вот конгломерат языковой в названиях шагов, но стесняться этого не нужно. Ну, так было изначально. Ничего в этом нет плохого. Назвали и назвали, зато все называют одинаково. Вот это сизерс. Или ножницы. Хорошо. Повторяем все шаги. Дабл степ тач. Этой части. И у нас следующая часть. Это не альтернативные шаги. Мы с вами вот эти доучили. Это шаги со сменой лидирующей ноги. Грейплайн. Да. Хорошо. И следом мы с вами делаем такую простенькую часть маршевых шагов шоссе. Марш. Простенькую часть маршевых шагов, которые не меняют ногу. Вот сегодня как раз я вам это докажу. Мы сейчас сделаем очень много шагов правой ногой, а потом левой ногой. Ланч. Вперед. Назад. В сторону. Вперед. Назад. В сторону. Вперед. Назад. В сторону. Вперед. Кик, бол, ченч. Кик, ченч. Кик, ченч. Марш. Там. Пам. Еще раз. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Два. Еще один. Просто ченч. В сторону, пожалуйста. Еще раз. Пум. Пум. Еще раз, пожалуйста. Рам. Пам. Да. Еще раз. Чик, чик. Еще раз. Снова. Один. Два. Один. Два. Так. Пады бурые, пожалуйста. Тык, тык, тык. Тык, тык, тык. Да. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Да. И ножницы, которые мы научились делать уже давно. Вот такие. Два. Два. Давайте еще. Четыре. Три. Два. Марш. Правой. Итак. Мы доделали вот эту часть из-за альтернативных шагов. Бэйсик. Первый шаг без смены лидирующей ноги. Это бэйсик. Сколько бы раз мы его не делали, он все время будет с той ноги, с которой мы его начали. Если мы шагнули правой, правой возвращаемся и правой начинаем. Бэйсик степ. Ви степ. Такой же шаг, как бэйсик. На четыре счета. Без смены лидирующей ноги. Но сначала мы шагаем широко вперед, а назад шагаем, ставим ноги узко. Вперед, широко, назад, узко. Да. Вперед, широко, назад, узко. Вперед, широко, назад, узко. Вперед, широко, назад, узко. Вперед, узко. А назад широко. Все. Шагаем с правой ноги. Вперед, узко, назад, широко. И этот шаг называется а-степ. То есть обратный ви степу а-степ. вперед шагаем узко а назад широко на хорошо еще делаем 4 3 2 mambo это шаг в котором шагать только одна нога у нас нога лидер сейчас правая она шагает в сильную долю сильные доли музыки аэробики нечетные 1 и 3 ну и и 5 и 7 у нас 1 2 3 4 за шагает только правая нога а левая топчется на месте mambo шаг вперед назад 4 счет до из этого шага есть еще шаг пиво повернитесь 1 2 3 4 марш 1 2 3 4 вот такой поворот на 4 счета 1 2 3 4 проворачиваться не нужно все последовательно по счетам правый левый правый левый пивот 1 2 3 4 поворот на 4 счета из mambo вырос до и степ кросс или еще его называют бокс шаг кросс потому что мы шагаем правой ногой в левый угол а левой ногой в правый угол квадрата а назад мы шагаем наоборот правой вправо левой влево получается такой квадратик степ кросс шаг еще степ кросс да и еще степ кросс да следующий шаг ронт называется шаг и ронт мы делаем шаг подскок и полукруг ногой шаг и ронт ронт как круг ронт пум-пум отлично еще раз шаг ронт да еще раз шаг ронт да еще раз пам пам да и нога все это время у меняется мы все делаем с правой сделаем еще два и вспоминаем что у нас есть шаблоны колени да и сделайте два колена и марш наташа из всех самое необычное у нас давай шаги вперед вы хотите велосипед занять для вас очень это важно вы можете занять велосипед если вы боитесь что его татары возьмут например не знаю кого вы опасаете что поляки придут забирать ваши велосипеды это бейсик с левой ноги 4 счета захват территории начинается у них просто бейсик с левой ноги 4 счета и весы да хорошо висты вперед шагаем широко а назад узко вперед широко назад узко шаг висты виток буквами галочкой на на полу мы и рисуем вперед шагайте широко а назад узко такой вот вистеп у наоборот если шагнуть то а стэп получается а стэп вперед узко а назад широко а стэп на хорошо тоже 4 счета тоже без смены лидирующей ноги шаг называется а стэп как галочка назад вперед шагаете узко а назад широко а стэп мамбу давайте вспомним мамбу как делаем вот так мамбу шагать только одна нога лидер у нас на сильную долю на 1 на 3 до шагать вперед и назад это мамбу а вторая нога которая ненужная мамбу она тоже чуть-чуть поднимается чуть-чуть наступает но на одной точке до мамбу у мамбы бывают всякие разные руки всякие движения бедрами и такой пытаются из мамбу сделать какой-то танцевальный шаг и из него же делать пивот поворот на 4 счета он тоже делается по сильной долей мы делаем два шага вперед левой ногой вперед поворот вперед поворот на пивот на шаг поворот шаг поворот шаг поворот шаг поворот это пивот или поворот на четыре счета да есть еще шаг степ кросс степ кросс на шагаем левой ногой в правый угол правой ногой в левый угол затем возвращаетесь левой ногой в левый угол а правой ногой в правый то есть чужие углы свои углы этот шаг еще называют бокс потому что нужно шагнуть по квадратику как по коробочке ну мало кто так называет обычно говорят степ кросс или просто кросс почему-то вот степ кросс на дичь раз попробуем степ кросс да дайте еще раз попробуем степ кросс и еще один степ кросс да следующий шаг называется рон вот маленький вам нужно шагнуть и левой сделать небольшой подскок и полукруг нарисовать левой ногой вот ронда как круг ронда как круг рисуем круг откуда взяли мы это название вы скажете да кто знает вы из итальянского уж какой-нибудь языках ну вот не должно волновать название шага вы должны друг от друга отличать потому что руки в аэробике они не имеют значения руки могут быть очень разные а шаг называется по движению ног вот есть куча вариаций движений ногами но координация глобальная базовая у них одинаковая и вот у них есть эти названия и вам нужно научиться их друг от друга эти названия отличать степ ниль с левой вроде мы закончили два колена марш и вспоминаем еще два шага которые мы с вами учили это свитч и твист вот такой есть свитч да мы подворачиваем бедро на носке у нас при этом стоит стопа стопу на носок и внутрь поворачиваем бедро да все этот шаг называется свитч а если их делают на степе например два подряд одной ногой правда это называется элвис отдельный шаг ну как-то он так вот появился кто-то его так один раз назвал и привязалась а вообще вот это свитч вот мы делаем такой чик чик на один свитч он тоже меняет ногу вот например смотрите вот и нога меняется потому что он вот свитч это колено просто мы его не поднимаем а крутим внутрь также два счета альтернативный шаг почему мы его с другими альтернативными шагами не стали учить он меньше используется в базовой аэробике такой шаг из танцевальной аэробики но зато в танцевальной аэробики его полно да все дальше у нас шаг который называется твист вот мы отсюда на пришли поставили одну ногу назад второй вперед и нужно повернуться на 180 градусов при этом неважно откуда вы этот твист начали с какого шага из какого направления у вас ноги стоят если мы делаем твист мы поворачиваемся на 180 градусов например сюда или сюда вы можете делать лист вперед и назад например если вы решили прийти к человеку потом он вам надоел и вы решили от него уйти вы повернетесь на 180 градусов твист тоже меняет ногу не в нашу пользу он тоже альтернативный шаг но твист не используют в базовой аэробики этого более уже шаг танцевальный почему я вам его все равно отдаю потому что тренер взять зарабатывается когда он делает кучу трениров квадрат он не понимает где тяжело где легко и вот твист можно очень часто встретить и в базовой аэробики тоже поэтому его делаем еще раз смотри свитч до нога внутрь и мы не меняем направление вот движение мы всегда вперед да или там например в бок мы сделали неважно у вас лицо всегда остается на месте а если вы делаете твист то вы отвернетесь вы поменяете сторону вы ее все с телом поворачиваетесь тогда как свитч не меняет положение тела он вас оставляет на месте но это конечно было невероятно то что мы сегодня сделали снова повторили все шаги огромное их количество и я надеюсь что что-то в голове вас после каждой аэробики хотя бы остается у меня остается мне лучше стало с аэробикой еще 16 15 14 13 на отмену я что сейчас вы уже шагаете спокойнее без какого-то стресса мы знаем об аэробике все как и функциональном тренинге в аэробике и вы сразу разучивать вот эти комбинации когда один шаг потом второй шаг ну в общем получается танец и следующие два занятия по аэробике мы с вами будем заниматься именно эти поэтому если вам необходимо повторить базовые шаги вы можете вернуться в июне или в июне где у нас с вами сплошная аэробика марш вот вернуться в июне где у нас сплошная аэробика и выучить еще раз эти базовые шаги потому что уже в следующем занятии мы не будем повторять базовые шаги мы сделаем разминку и тут же сделаем с вами разучивание комбинации что ты хочешь а а наклон вот у нас если вы сегодня там допустим случайно к нам попали но вам нравится формат аэробики но для вас всегда было сложно освоить эту аэробику вы не понимали как вот вы можете вернуться в месяц мне кажется в июне в июне и там куча занятий по аэробике где как раз очень подробно вот как сегодня а может быть еще подробнее с вами изучаю базовые шаги поделайте эти тренировки если вам интересно а потом возвращайтесь к общему графику потому что одной аэробикой сыт не будешь все-таки какая бы она полноценная не была она все равно не до конца полноценна вот потому что вот мы например сегодня не делали ничего такого силового да потянитесь вперед еще вот любом случае вы сегодня большие молодцы и кто ходит всегда заниматься и кто сегодня пришел впервые все правильно сделали раскройте здесь плечи вот обязательно приходите завтра ну завтра ну завтра конечно будет уже не аэробика у вас в обратную сторону но нужно сделать 2 1 до потянись выдох вдох выдох да одну ногу захвати здесь потяни переднее бедро заднее все встряхните ноги вы молодцы сегодня очень круто поработали поздравляю вас с вашей аэробикой с вашим началом середины или завершением рабочего дня надеюсь что вам было интересно заниматься аэробикой с вашим любименьким тренером телефоне обязательно поставьте лайк подпишитесь и до встречи завтра